МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. С приятных новостей началось сегодня заседание кабинета министров Чувашии. Глава региона Михаил Игнатьев рассказал, что благодаря поддержке ООО «Газпром» в республике будет построено долгожданные километры газопровода от Чебоксара-3 до Харкасов, от научебоксарской ТЭЦ-2 до промзоны. Газопровод распределительный высокого давления для закольцовки Чебоксарской ТЭЦ-2 и научебоксарской ТЭЦ-3. Газопровод среднего давления от Чебоксарской ТЭЦ-1 до центральной части Чебоксар. На днях председатель правления акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер подписал план-график газификации по нашей республике. Напомним, что Чувашии было представлено 4 объекта. Исходя из плана, до нового года республика получит 270 миллионов рублей. В следующем году еще примерно столько же. Алексей Борисович наши договоренности полностью выполняет. И мы, конечно, свои обязательства, Иван Борисович и министры, которые курите по функционалу, свои взятые обязательства надо выполнять. Для того, чтобы более чем 1 миллиард рублей, если взять с учетом заволжения, мы получим инвестиции за счет «Газпрома». Если раньше мы такие объекты проводили за счет бюджета республики, за счет бюджета муниципалитета практически, мы здесь только разрешительную документацию оформляем. Все остальное практически они укладывают. Министр сельского хозяйства республики Сергей Павлов проинформировал участников заседанием, что целевая программа развития мясного скотоводства в Чувашии на 2012-2016 годы прошла отбор экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов России. Предусматривается предоставление субсидий на возмещение часть затрат сельхозтовопроизводителя на строительство, в том числе создание объектов инженерной структуры, репродукторных мясных ферм с цехом по убови и переработке мяса за счет средств как федерального, так и республиканского бюджета в размере 20% стоимости строительства. При том, что ферма должна снижать не менее 100 голов масочного поголовья и крупного рогатого скота мясного направления. Члены кабинета министров также утвердили величину минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. До 2015 года горожанам предлагают платить по схеме 5 рублей 20 копеек на 1 квадратный метр общей площади помещения. Принятие настоящего проекта позволит обеспечить своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в соответствии с утвержденным перечнем. Проект был размещен в сети интернет для публичного обсуждения, согласован с органами местного самоуправления, заинтересованными министерствами и ведомствами, а также прошел процедуру обсуждения на общественном совете при Минстрове. А почему цифра 5 рублей 20 копеек? Она установлена в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. По необходимому размеру федерального стандарта. Рекомендуемая она, да, на территории Чувашьей Республики. Еще одним приятным сообщением стало оглашение результатов всероссийского конкурса в области физкультуры и спорта Минспорта России. В номинации «Регион России» в категории «За вклад в развитие спорта» лучшему субъекту России победителем признана Чувашьей Республика. Поздравляем всех вас за эту эффективную работу. Галина Титарчук, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. На заседании правительства глава Чуваши представил коллегам и нового министра экономического развития, промышленности и торговли. Им назначен Владимир Аврелькин. Напомню, до настоящего времени Владимир Александрович исполнял обязанности министра с момента отставки Алексея Табакова. Владимиру Аврелькину 35 лет. Он получил техническое и экономическое образование. Прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. Лауреат премии правительства России в области науки и техники. В 29 лет защитил степень доктора технических наук. Владимир Аврелькин – самый молодой министр в нынешнем кабинете. Министерство сельского хозяйства Чуваши опубликовало информацию о финансировании агропромышленного комплекса. Из федерального и республиканского бюджетов в 2013 году предположительно должно поступить 2,5 млрд рублей. Это 117,5% к уровню прошлого года. На сегодняшний день из бюджетов разных уровней крестьянам региона уже выплачено 2,2 млрд, в том числе и с федерального бюджета почти 1,5 млрд. Из республиканского – 788 млн рублей. Чувашская республика по освоению средств из федерального бюджета в Приволжском федеральном округе занимает второе место после Пензенской области. Сегодня реализацию приоритетных национальных проектов обсудили на совете при главе Чувашии. В совещании приняли участие главы городов, районов республики, отраслевые министры. На заседании обсуждались, как реализуются в Чувашии национальные проекты – развитие АПК, доступное и комфортное жилье, здоровье в 2013 году, образование. О ситуации в сельском хозяйстве доложил министр сельского хозяйства Чувашия Сергей Павлов. Он сообщил, что 2013 год заканчивается для сельского хозяйства неутешительно. Индекс физического объема производства хозяйственной продукции по этому году составит 86%. Конечно, на это повлияла засуха и тяжелая уборка этого года. Это 80% снижение индекса, в том числе и за счет снижения картофеля где-то 50%. Остальное, конечно, это за счет сокращения производства животноводческой продукции. Снижение производства скота и птицы, молока, зарплаты в конвертах, отсутствие новых проектов – это лишь часть проблем, на которых остановились собравшиеся. Ситуация в районах разная и с руководителей отстающих. Сегодня спрашивал глава региона. Так что, кто снижал, Сергей Владимирович, проекты решений вам больше записываем. До Нового года вы представите, за счет каких принятых решений на уровне района вы будете снижать объемы производства. Сегодня в Чувашском государственном университете выбирали ректора. Напомню, эта процедура началась после того, как нынешнему ректору не продлили полномочия и отстранили от должности. Сначала на пост руководителя ведущего вуза республики претендовали пять кандидатов. После утверждения списка в Минобразование России остались двое – проректор Андрей Александров и директор Гуманитарного института Юрий Исаев. И, как нам стало известно буквально только что, пост ректора теперь будет занимать Андрей Александров. Ему достались 207 голосов из 220 возможных. Сегодня в администрации столицы прошли публичные слушания по бюджету города Чебоксара на 2014 год. В целом планируют сохранить положительную динамику развития экономики города, улучшить конкурентноспособность продукции и инвестиционную активность организаций. С учетом изменений бюджетного и налогового законодательства доходы бюджета города Чебоксара на 2014 год прогнозируются в сумме 5 миллиардов 895 миллионов 531,8 тысяч рублей. Со снижением к утащенному бюджету 2013 года на 15,4 процента или на 1 миллиард 75 миллионов 568,3 тысяч рублей. При этом общий объем расходов бюджета столицы составит более 6 миллиардов рублей. Как вы считаете, 100 миллионов в бюджете на закупку материалов это много или мало? Если посчитать, что здесь и сюда входят матзатраты как городской администрации, трех районных администраций, я считаю это немного. Кроме основных расходов поступило предложение выделить 20 миллионов рублей на капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного центра «Восток», который находится в плачевном состоянии и где смогли бы заниматься дети-инвалиды и студенты СУЗов. Населенных пунктов нашей республики много, а проблемы у них схожие. Чтобы обсуждать их и находить решение, существует Совет муниципальных образований. Сегодня заседание Совета прошло в расширенном составе. Что муниципалитеты могут решать сами с помощью местного самоуправления, а в чем не обойтись без помощи региональных или федеральных властей? Что необходимо сделать, чтобы местные вопросы эффективно решались на местном уровне? Такие темы звучали на Всероссийском съезде муниципальных образований. Среди более 500 делегатов были представители Чувашия. Съезд был проведен по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Последний раз такой форум проводился 10 лет тому назад в Москве. На этот раз решили провести в Суздале. Это, видимо, тоже не случайно, потому что это центр России. Результатом съезда в Суздале стали конкретные решения и предложения. Вполне вероятно, что полномочия органов местного самоуправления в ближайшее время расширится. В тех случаях, когда нужно бы это отнести к вопросам местного значения, они, к сожалению, не всегда относятся к вопросам местного значения. Ну, например, в частности, какой вопрос они приводили? Использование природных ресурсов, которые добываются в тех или иных местах. Ну, в частности, что вот торф, например, добыча торфа, песка, глины и так далее и тому прочее. Один из выступающих, точнее, из Новосибирска, он предлагал оставлять налоги на прибыль, часть налогов на прибыль в распоряжении муниципалитетов. Говорили на совете о том, как наладить сотрудничество местного самоуправления в муниципалитетах с природоохранными, правоохранительными и другими органами. Несколько соглашений подписали прямо на заседании. В Чувашии развернется сеть постоянно действующих референсных станций. Это аппаратно-программные комплексы, позволяющие за минимальное время максимально точно определить координаты различных объектов. Внедрение системы высокоточного позиционирования позволит снизить затраты бюджета региона, повысить производительность инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, объектов социальной сферы, газоснабжения. В первую очередь, конечно, это будут использовать кадастровые инженеры, которые занимаются соответствующими работами либо по обмеру земельных участков, либо по вводу каких-то дополнительных сведений при указании дополнительных зданий на территории республики. Естественно, что эти сведения будут использовать и сами строители, могут, по крайней мере, использовать при производстве строительных работ. Таким же образом, эти сведения могут использовать как дорожные службы, либо строительная техника, ну и также сельская хозяйство. Например, дорожная техника при работе могла в автоматическом режиме устанавливать уровень скрипка грейдера. На данный момент строится демо-сеть. Данные с этой сети, конкретно поправки, будут доступны всем желающим в срок, ну, как минимум, мы полагаем, до 1 апреля, для того, чтобы можно было протестировать и понять, насколько это удобно и качественно. Всего в Чувашии планируется установить 7 станций. Предполагается, что этого количества хватит, чтобы охватить сигналом всю республику. Как известно, донорская кровь необходима для многих больных. Порой она нужна, времени на ее поиски нет. Врачи призывают сдавать кровь, чтобы всегда был запас для экстренных случаев. Ежедневно на республиканскую станцию переливания крови приходят доноры и те, кто просто решил помочь нуждающимся. Сегодня 100 сотрудников МЧС из Чебоксар и Чебоксарского района пришли сюда, чтобы сдать кровь. Три раза в год они принимают участие в подобной акции. И что самое главное, они делают это безвозмездно, на добровольной основе. МЧС признан оказывать благотворительную помощь, бескорестное оказание помощи для населения. В связи с этим и частичка нашей крови будет тоже помощь для населения. Постоянными участниками таких акций становятся не только сотрудники МЧС. Часто приходят студенты, утверждают сотрудники станции. Кто однажды сдал кровь, начинает делать это постоянно. Особенно ценные те доноры, у кого редкая группа крови. Михаил Деметьев, Сергей Рябчиков, Республика. В преддверии новогодних праздников работники лесничества будут усиленно охранять веренное им хозяйство. Эта мера предпринимается для того, чтобы избежать незаконных вырубок. Минприрода Чувашии напоминает, что за незаконную рубку ели и сосны предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штраф за одну незаконно срубленную или поврежденную ель или сосну от 3 до 100 тысяч рублей. Кроме административного штрафа нарушителю придется возместить ущерб, причиненный лесным насаждением. Нарушитель лесного порядка может быть привлечен и к уголовной ответственности. Если ущерб от причиненного вреда при рубке ели составит более 5 тысяч рублей. В эти минуты в Театре юного зрителя заканчивается премьера спектакля «Творящее слово». Постановка посвящена творчеству народной артистки СССР Веры Кузьминой, а также юбилею Театра юного зрителя. Литературная основа музыкально-поэтического ревью «Творящее слово» составляют произведения классиков чувашской поэзии 20 века. Михаила Сейспеля, Петра Хузангая, Баслея Миты и Геннадия Айги. Создатели спектакля считают, что постановка позволит визуально увидеть процесс рождения слова и творчества, почувствовать мощную энергию языка, его безграничные возможности. Автор пьесы и режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств Иосиф Дмитриев. Роль поэта исполняет Сергей Никитин. В спектакле участвуют студенты Чувашского государственного института культуры и искусств. Постановка осуществлена на грант главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. День прав человека – это международный и национальный праздник. Установлена Организация Объединенных Наций в 1948 году принятием всеобщей декларации прав человека. Общий надзор над проведением празднования возложен на Верховного комиссара по правам человека. Сегодня неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Так, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов – не просто игра, а стиль жизни. Первые упоминания о футболе, как об игре в мяч ногами, историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Некоторые утверждают, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые жили в Англии в восьмом веке. Сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матчей между сборными Севера и Юга Англии. Футбол играли в Древней Греции и в Риме около двух с половиной тысяч лет назад. В Греции эта игра называлась «Битва за мяч», из чего можно предположить, что играли в нее, соответственно, применяя всевозможные приемы боевых искусств. Сейчас футбол играет по определенным правилам, а боевые приемы запрещены. В Чувашии также любят футбол, у нас строятся футбольные поля. Команда с Дюшор Чувашия успешно выступает в первенстве России. Готовятся в стране к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу. В Чувашии также надеются не остаться в стране от Мундиаля. К нам уже приезжала делегация из представителей РФС и оргкомитета ЧМ-2018. Их интересовали условия размещения в Чубаксарах команды-участницы будущего мирового первенства. Итогом визита стало включение республиканского центра в так называемый пул претендентов. Осмотрев четыре стадиона, делегация остановила свой выбор на арене Олимпийский. Также была взята на заметку одна из четырехзвездочных гостиниц в Чубаксарах. Сегодня в Лапсарах открыли завод по переработке мяса птицы. Проект реализован одним из ведущих предприятий агропромышленного комплекса Чувашии, агрохолдингом Юрма. Где сегодня с официальным визитом побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Репортаж о новом заводе смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Свой визит официальной делегации начинает с посещения новых птичников. Цыплята в этой птицеферме только обживаются, поселены сюда в конце ноября. Здесь современные помещения, современное оборудование. Все это появилось благодаря модернизации птицеводческого комплекса и специальному инвестиционному проекту, стоимость которого свыше двух миллиардов рублей. Осуществлен он в рамках нацпроекта «Развитие АПК». Все вложенные деньги казались, конечно, сперва большие. На сегодняшний день вот этот один птичник оборудования стоит 22 миллиона рублей. Поэтому все вложенные деньги, мы надеемся, что они окупятся. Десять лет модернизации, а в итоге введены в строй 20 птичников. Ингубатор, гусиная ферма, комбикормовый завод в Алатари, а также завод по переработке мяса птицы, где принципиально новое производство полностью автоматизировано. Еще один проект агрохолдинга в рамках нацпроекта – создание племенной свинофермы стоимостью 750 миллионов рублей. После осуществления всех замыслов в регионе созданы новые рабочие места. По двум проектам для нас очень важно. На рынке труда сегодня люди нашли работу. Если взять свинокомплекс плюс модернизацию данной птицевабрики, 750 новых модернизированных производительных рабочих мест создано. Понятно, это сейчас начало. Проект на стадии наращивания всех тех предусмотренных параметров. В итоге уровень заработной платы практически у работников данной птицевабрики будет намного выше. Наш проект – 40 тысяч тонн мяса именно птицы. И что касается свинины, мы посоветуемся. Я думаю, что у нас есть возможность в Чувашской республике производить именно нашей компании за 3-4 года 100 тысяч тонн мяса. Модернизация позволяет усилить производственные мощности агрохолдинга, а значит, поставлять больше конкурентоспособной продукции на собственные рынки, а также на рынки других регионов. Италия близко. Беатричи – изысканность, чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять. Беатричи. Мегамол – мультибрендовый бутик «Стрекоза». Мегамол – мультибрендовый бутик «Стрекоза».